Сочи в Северпург, плейте в Киркум Тепан. Желаю всем командам удачи и хорошей игры. Гуд лак! Гуд лак! Смол пресенка в Санкт-Петербург. Спасибо. Гуд лак! Так, все, я поняла. Давай. Субтитры подогнал «Симон» А, вот же, да? Давай с аутом. Куда получше вроде едет? Нет, медленно. Медленно? Так же медленно, да? Шестерки я в Гасан, а не начало голос. Давай с 7, значит. Давай. Добрый день, уважаемые любители керлинга. Говорит и показывает Сочи тренировочная арена «Айсберг». О, нет, 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 смотри линию, пожалуйста. Вес есть. На которой у нас начинается третий игровой день международного турнира по керлингу среди смешанных пар. Приветствую всех зрителей. Ну и, как мы видим, игра дневного тура уже началась. Сегодня вашему вниманию игра команд Эстонии и Москвы. Харри Лил, Марии Турман представляют Эстонию, город Таллинн, керлинг-клуб Тондираба. И команда из Москвы. Команда, тренирующаяся в московском керлинг-клубе. Андрей Суворов, Алевтина Муравьева. Хаммер в первом энде у команды Эстонии. Очень хороший камень от Марии Турман. Уже плюс два у эстонцев. Ну и сейчас, наверное, самый важный бросок будет в этом энде у команды Москвы. Им обязательно нужно привозить фриз. Повтор броска Марии Турман. Сосредоточенный взгляд. Обязательно нужно привозить фриз и спасаться в этом энде. Иначе просто можно очень много отдать. И очень хороший камень от Алевтины Муравьевы. Отличный фриз, небольшой тэп. Камень очень хороший. Здесь ни в коем случае нельзя было ошибаться. Особенно в широкую сторону. Иначе можно было просто отдать три. В первом же. Ну и будут снимать гард. Эстонцы. Харри Лил. Очень агрессивный релиз. Здесь без проблем. Что тебе нравится? Можем гард поставить. Можем сделать тэп. Пока минус один. Моя ствация на тэп, а ситакова. Ну, хорошо стоит сверху камень. Можем гард поставить. Ближний. Хорошо. Ну, вот, собственно, еще раз состав команды Москвы. Был только что на экране. Алевтина Муравьева выполняет свой бросок. Еще по три камня. Решили восстанавливать гард. В целом, достаточно предсказуемое решение. Потому что ситуация устраивала. Но вот ни в коем случае нельзя было левую сторону камня открывать. Потому что оттуда его достать можно. Ну и гард довольно высокий. Вот мы видим, что с ракурса верхнего видно, что даже в кадр не попадает этот гард. Это довольно высокие. Расстояние до камня в доме достаточно большое. Поэтому я думаю, что Харлил будет пробовать выковыривать этот желтый камень огибающим броском. Ну и судя по тому, что бросается иному, именно это и пытается делать. Ошибка, конечно же, в касании гарда. То есть, в крайнем случае, это план Б. Так скажем, задеть гард и убрать его. Мари Турман валит на свипе. Ну и получается этот бросок. Вес, наверное, многовато. Если бы слабее сделал, может, шутер можно было бы и в четырех оставить. А так сейчас есть бросок. Я хочу в упор. Я хочу привести. Нельзя вести. Почему? У них остается от этого, они наш выбьют. Просто дабл. Ролл сюда тоже нормально. Надо с этим играть. Хорошо, поставь щетку. Ну, согласен я здесь с Андреем. Тут даже, скорее, не то чтобы дабл опасен, про который он говорит. Тут даже не столь дабл опасен, про который он говорил. Опасно то, что здесь минус три, и ошибаться во фриз вообще никак нельзя. Дабл здесь, на самом деле, не самый сложный. И пробив этот дабл, шутер остается ровно над нижним красным. Ну, и как бы эта ситуация на форс, очень неплохая. Давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо. Спасибо. Да, немножечко, мне кажется, можно было и подержать свип, вот чтобы угол был не такой острый. Подвалил по-братски, да? Все хорошо. А какой-то еще один угол, или как-то? Потому что угол сейчас ровно такой, что красный... джемится в желтый и остается на месте. Ну и, в принципе, там настолько острый угол, что если в лоб желтого попасть, красный даже, наверное, не ударится. В желтый просто чуть-чуть отъедет ниже. Ну, в общем, плюс два здесь могут себе сейчас легко довольно-таки сделать эстонцы. Посмотрим, что останется у москвичей. Будет ли дабл? Хороший бросок. Даже несмотря на то, что желтый сейчас лучше, углы, сами видите, очень неплохие здесь. То есть... Следующим броском все равно можно будет сделать плюс два. Может быть, плюс три, если сейчас ошибутся москвичи. Если будет небольшой этап, то даже будет лучше. Мы сделаем свой ближе, и там подушка будет, и с подушкой будет тяжело разбираться. Если небольшой перебол, то тоже нормально. Да? Нет, лоб надо делать. Здесь практически нет места, куда можно ошибиться. Андрею Суворову нужен идеальный фриз. И то, если он даже его привезет, то бросок на плюс два будет. Поехали. Очень много. Поднять вообще ничего. Линия пошла, свип. Линия пошла. Да-да-да. Линия пошла. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Уже перевал. Да-да-да-да. Может быть, и просто в два фута уже нужно вести. Про это сказала Алифтина, но не хватает веса. Кстати говоря, я вот сейчас смотрю с этого плана, как вариант еще можно было привести гард на левую сторону и вынуждать соперника брать сложные два с дрожкой вправо, потому что им нужно было бы полный камень четыре фута вести по той стороне, по которой вообще они играли еще. Потому что даже если бы, напомню, привез бы фриз, то плюс два были бы несложными. У эстонцев, а если бы приехал фриз под углом, то это простой бросок на плюс три был бы у Марии Турман. То есть так даже получилось не так-то плохо. Потому что сейчас тэп не самый простой на плюс два. Может быть, даже на плюс три получится. Ай-яй-яй, не проходит. Не проходит этот камень. А, у нас все равно, да, этот отрезал? Окей. Да, один получается только красный. Ну вот, собственно, даже так, был бросок на плюс три, оставив гард на левую сторону. Три не отдаешь ни при каких обстоятельствах. Мы видим на повторе, что Харли Лил с первых же метров втирается на свипе, но все равно немножечко не проходит. Посадишь? Все равно не отходишь. Давай, уходи, уходи! Уходи, уходи! Мой ты, кто, кто, кто вовсе не хочет. Мой ты, ты! Да-да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да! для второго энда 1-0 эстонцы ведут был шанс на плюс 3 у эстонцев но реализовать эта возможность не получилась ну вот и состав команды эстонии вновь на экране и в этот момент уже мари турман отпускает свой камень и начинает тем самым второй end вдвоем втираются так полагаю очень слабо это должно быть да это даже до дома не доедет довольно грубая ошибка по крайней мере на раскатке такой был я не смотрел вес 8 возьми легко возьми возьми но здесь ошибочка в коммуникации да алина алектина муравьева немножечко конечно здесь ошибается в команде на свип ну как это часто бывает кричишь кричать свип до конца через секунду оу нет тут такая типичная шуточка для керлеров постоянно такое имеет место быть вот именно сейчас это и произошло и на самом деле по линии свип там был не нужен учитывая что был больше вес но это не только конечно здесь ошибка лифтины в том что она кричит по линии потому что ей может казаться что вес хороший и под той траекторией которую найдет может быть и действительно нужен был бы свип если бы вес был 4 до они конец дома здесь конечно ошибка коммуникации тут нужно друг с другом хорошо передавать информацию и андрей должен был вовремя заметить что веса больше но в общем немножечко недопонимание произошло хороший камень от эстонцев повтор броска сейчас на экране мари турман сама свипует камни своего партнера у нее очень неплохая техника свиппинга и еще одна ошибка от москвичей задевают центральный гард но уже есть шанс сделать плюс 2 в доме эстонцам мари турман мари турман Достаточно большая зона, куда можно привести эстонцам. Дотащат Харри. В принципе, это идеальная точка, куда можно было привести. Ты видишь, вот так тэп есть? Два фута доли нити-лайн, очень хороший камень. Но при этом у москвичей тоже есть бросок. Да, тэпчик таким весом конец четырех. Главное гад пройти. Вес какой? Конец четырех примерно. Ну вот, собственно, еще и результаты на параллельных дорожках сейчас на экране. Турция 1 выигрывает у сборной команды России 4 со счетом 3-0. И на дорожке F Сочи-Санкт-Петербург команда Анна Сидорова и Алексей Тимофеева выигрывает у Иркутска со счетом 3-0. Молодец! Ну вот, собственно, хороший бросок получается сейчас у Алифтины. Немножечко, немножечко, еще бы, если бы довалил, угол был бы приятнее. Ну вот об этом и Андрей сейчас говорит. Но все равно камень хороший, свой желтый атакующий камень сверху. Ну что, что будут делать эстонцы? Их, в принципе, тоже ситуация устраивает. У них плюс один с левой стороны. Если сверху смотреть на дом, все перекрыто гардами. Играть там не с чем. Ну, можно ставить гард. С правой. И, в принципе, защищать ситуацию, защищать камень в доме. Потому что желтые камни в четырех футах под таким углом, как здесь, они скорее мешают только москвичам, нежели помогают. То есть очки они, скорее всего, не принесут, потому что при любом контакте они вылетают. Ну вот, собственно, гард и приехал. Да, пойдет. Этот останется здесь. Если попасть в край этого... Он полностью гардом закрыт. А изнутри нет? Изнутри нет. Изнутри я не вижу такого броска. Либо вот так через желтый. Может даже еще лучше будет. Давай просто пил сыграем, нет? Ну смотри. Сколько у нас? Два броска осталось? Два броска, у них один. Давай пил. Ну, просто пил, играть в микс дабли, особенно к концу... Давайте посмотрим. Ран через красный, красный желтый. Вот. Вот именно то, что я хотел предложить, сейчас предложил Андрей, играть дабл, играть ран, потому что ну просто снимаешь гард, они тебе его восстановят, и как бы это потеря хода будет. А попытка рана, если попадешь в ран, будет очень хорошо. Смотри, если ты ран сделаешь, будет очень хорошо. Вот в правый край желтого, если попасть будет идеально, тогда желтый еще и лучше может стать. Ну и в крайнем случае, если не попадаешь ран, получается тот самый пил, про который говорила Алифтина. Сильный тейкаут здесь нужен, сложный бросок, расстояние большое. Даб! 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 Ну, кстати, довольно близко было, учитывая расстояние между камнями. Но тот самый пил и получился. Эстонцы будут восстанавливать гард. Здесь максимальный риск у эстонцев это отдать два, причем очень-очень сложными бросками. Вернее, очень сложным броском, потому что он один остался у москвичей. Но повтор попытки ранбека. Либо от него краешек ловить вот сюда. Опять же, тогда это сложно, блин. Сложно, сложно, согласен я с Андреем. Уже ищут заранее свой бросок на последнем камне. Простого броска здесь не будет, даже на плюс один. Вновь, наверное, пробовать только ранбек. Или косой рейс через желтый. Или пробовать ранбек через красный. Сейчас край желтого точно открыли. Ага, открыт край желтого. С нашего ракурса видится, что прям идеально закрыт. Иди в колодке, сядь, я тебе поставлю счет. Но гард высокий. Поэтому, наверное, действительно пробовать можно. Огибающим броском. Я край вижу, да. Чуть-чуть сюда. Поменьше двигай щетку. Хорошо. Пошире. Не пойдет? Очень широко. Сильным тейкаутом решил сделать этот бросок Андрей. Мне казалось, что можно просто тэпнуть. Потому что броска на плюс два здесь все равно не было. По таким углам. Максимум, что здесь можно было это вот в желтый четырех футах. Подтолкнуть. И мне кажется, что можно было огибающим броском сделать легкий тэп. Это, по крайней мере, более контролируемо. Ну и попроще выглядит. Чтобы была большая вероятность, что он просто... Даже если бы попал в этот желтый, он бы его, скорее всего, срезал. Ну, в итоге еще стил одного для команды Эстонии. И у нас уже начинается энд номер три. Близится игра потихонечку к середине. Пока есть небольшой перерыв. Можно взглянуть, я думаю, в чатик. 77 зрителей у нас сейчас. Мы приветствуем всех, кто отписался. Марина Васильева, Зинаида Ни, Вера Мишина. Мария Турман и ее первый бросок. Третьего энда. Я думаю, что здесь все стандартно. Первым камнем нужно просто фрезоваться. Плюс два в счете. Пока эстонцы ведут и по счету, и по игре немножко есть у них преимущество. Такой контроль игры, скажем так. Очень хороший камень привозит эстонцы сейчас. Вот эта точка, наверное, идеальная. Считается для миксдабла. Именно вот не по центральной линии, а чуть-чуть правее. Потому что если камень будет по центральной линии, его оттолкнуть на плюс два будет чуть проще, чем так. Линию валить до конца. Да-да-да, валить линию. Пока много. Нельзя вес. Линии очень много. Вес нельзя. Разгоняйся. Ну, судя по всему, везли фриз. Хорош. Москвичи, хороший угол у них встал. Да, очень неплохой угол. Следующим броском, играя через желтый, красный уже выходит беспрепятственно. Поэтому бросок неплохой. Собственно, повтор броска Андрей Суворов успевает еще варежку надеть после броска. Что будут делать эстонцы? Ну, как вариант поставить гард, наверное. Но все равно это риск, что справа, да, хоть и под отрицательным углом. Ну да, наверное, все-таки справа не достанешь. Чуть-чуть тэпнуть вот так. На этом льду, я думаю, что справа не достать. Если бы лед был такой агрессивный, то я думаю, что играли бы в дом, конечно же эстонцы. Вот так. Хорошо. Ну, вот сейчас левая сторона камня открыта, и можно попробовать сделать тэп. Олевтини Муравьевой. Если что, ну гард разведем, попробуем. Мне кажется, вот только единственный вес нужен побольше, потому что веса конец восьми не хватит для того, чтобы вытащить этот же красный из четырех футов, но там хотя бы борт, наверное, борт, колодка. Может быть, тогда лучше гарды снять. Я думал, там побольше видно. Давай, наверное, да, попробуй двойной сделать. Поменяли решение, решили играть пил гардов. Видимо, не очень-то и много видно этот камень. Дабл пил. Делают москвичим. Ой, а тут вообще свип не нужен был. Пол дорожки терли. Только один сняли. Ну, теперь будут восстанавливать гард. Центральные эстонцы. Эстонцы все устраивают. Они делают очень хорошо свой первый бросок в энде, и потом просто его защищают весь энд. Вот второй энд уже такая история. Это как раз-таки к слову о важности исполнения именно первого броска. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но вот сейчас вижу, что на трибунах появился главный тренер сборных команд России по кёрнингу Юрий Владимирович Шулико, который приехал сюда, в Сочи, посмотреть игру спортсменов сборных. В преддверии чемпионатов мира, по сути, наверное, это уже заключительные турниры перед чемпионатом мира для наших сборных команд, и не только для наших, для тех же эстонцев, венгров, которые готовятся к чемпионату мира, который, мы все еще надеемся, состоится. Вчера официально было объявлено Мировой Федерации Кёрлинга о том, что получено подтверждение на проведение чемпионата мира женского в Бабле в Канаде в городе Калгари, там же, где проходил Скоттис национальный женский чемпионат Канады, там же, где пройдет, проходит сейчас в эти дни Брайер, ну и, собственно, там же, где и пройдет мужской чемпионат мира. Ну, думаю, что есть вероятность, что и чемпионат мира среди смешанных пар может пройти там же. Я думаю, что в нынешней ситуации, в нынешних условиях спортсменам уже абсолютно все равно, где этот чемпионат мира пройдет, главное, чтобы он прошел и не был отменен, потому что все-таки это главный старт сезона, в прошлом году чемпионаты были отменены и два года подряд без чемпионатов мира будет, конечно, грустно. У тебя, если получится в перевал, то пойдет в нас желтый, чуть-чуть в перевал, если бы не давал, то в красный тогда. Смотри по линии. Как получится у тебя? И так, и так будет хорошо. Лучше в перевал чуть-чуть сыграть, чтобы красный в желтый пошел. Хорошо. Либо чуть-чуть не давал. Ничего, поднять! Поднять! Сверх! Относительно центральной линии камень уже, вроде как, отпустив Алевтина Муравьева этот камень, он уже, вроде как, был вот уже на той линии, на которую нужно попадать. Да. Потому что чуть-чуть перевал, о том, о чем говорил Андрей Суворов, это означает, что там, ну, максимум сантиметр перевал от того, чтобы попасть в лоб. А вообще, конечно, в таких бросках бросающему нужно самому смотреть ситуацию в доме, потому что вот Алевтина Муравьева, сидя в колодке, не понимала, конечно же, куда точно ей нужно попадать, потому что с другой колодки не так хорошо все видно. Ну, вот Андрей сказал фразу «чуть-чуть перевал», но там точное понимание все равно, конечно, отсутствует, да, куда нужно попадать. Поэтому в таких бросках желательно Алевтини самой подходить и самой выглядывать угол, высматривать угол и знать, куда нужно попадать. Ну, это так. Со щеткой встанешь? Если вот так сильно пробить вообще... Да тут не обязательно сильно, тут мы можем сохранить шутер. Ну, шутер ближе этого не станет. Так сказать, нюансы, но иногда эти нюансы бывают очень важными. Ну, вот сейчас ошибаются немножечко эстонцы и появляется шанс. Ну, давай ноль. Нам же не давал надо. Ноль. Не, это широко, поменьше. Здесь не валит. Здесь валит. Ай, сделай чуть меньше. Да. Будет лучше. Может максимум два. Не надо свип. Идет широко. Но, тем не менее, может быть и получится. Какой свип? Нет, не получается. Да. Не получается здесь. Это только один желтый. Ну, вот если бы шутер остался сверху, может быть, получился бы все-таки плюс два. Открытый дабл стоял на три. Почему не нравился тебе? Открытый дабл на три, говорит Алифтина. Что-то я не... Давайте посмотрим. Был ли там дабл, сейчас уже вот сложно сказать. Я, честно говоря, не обратил на это внимание. Упустил этот момент. Ну, в любом случае. Энт уже сыгран, момент заигран. 2-1. Счет. Это не после моего броска, говори. А, да. Вы же обсуждали. Ну, ты уже себе вот видел в колодке. Кто тебе говорит? Стандабл стоит. Важно обсудить все равно. У нас времени много. Почти снять сейчас. Ну, вот, собственно, хороший энт, в целом, от москвичей. И эстонцы тоже чуть-чуть ошиблись. Ну, вот, нужно использовать свои шансы. Пока, в целом, довольно равная игра с чуть небольшим преимуществом команды Эстонии по игре. Четвертый энт. Давай с аутом. Андрей Суворов. 75 был. У меня. Начинает энт номер 4 своим броском. Интересная форма такая у ребят. Много всяких надписей. War hard, play hard. Нет, отличный вес. Только линия. Валить! И не валить! Креативно подошли. Алифтина и Андрей. Много линий. Много линий. К подбору своей экипировки. Будет тэп. Много. Да, много линий. Получился тэп. Ну, неплохо в целом. Да, не идеальное исполнение. Но... Задача минимум выполнена. С ВКами лучше. А, сейчас у вас аккуратно. Хорошо, да? Хорошо. 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 Хорошо, да? Хорошо. Не знаю, что с льдом сделали, но на слипи сейчас тяги. Слава богу. Кирос! 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 О, ладно! О, ладно. О, ладно. О, ладно. Что-то это как отг whопп? Слышка шла из-зац. О, ладно. Понятно, что это нормально было? Нуд шт時間 запахивает его. Глядит вон, а что без янро пушков? Одна у меня 9-10. О, мне смешно на 3-10. Не успешно. Одна у меня еще, например. Экипелька неían расширения. Одна у меня 7-10. Одна у меня вон, кто слипит вон? 7-10. Отвлёкся я сейчас немножечко, смотрел на параллельную дорожку, на дорожку F. За последним броском Анны Сидоровой и Алексея Тимофеева минус 5 у них было в доме. У меня был заключительный бросок и не было даже возможности на то, чтобы привезти на плюс 1, но был бросок на то, чтобы отрезать 4 камня. Для этого нужно было привозить ровно в пятак. Ну или хотя бы привезти в зону 4 футов для того, чтобы сыграть на минус 2. В итоге Анна Сидорова вообще не добросила до дома и это стил 5 камней. Вот представляете себе, такое в микс-дабле бывает. Украсть 5. Учитывая, что 5 бросков выполняется. Ну вот 3-0 выигрывала команда Сочи-Санкт-Петербург у Елизаветы Трухлиной и Николая Лысакова. За 2 энда вот иркутская команда отыгрывает аж 7 камней и уже уверенно так лидирует. Вот так бывает. Может быть надо было и пауэрплей взять в четвертом сейчас. Но не стали они этого делать. Ну а мы возвращаемся на нашу дорожку. У москвичей плюс 2, я так полагаю, в доме. С левой стороны броска у эстонцев нет и поэтому нужно защищать ситуацию в доме. Ну вот аналогичный энд, как и второй и третий, да, только наоборот. Сейчас поменялись команды из-за того, что Хаммер перешел другой команде. Соответственно, гарды ставят команда Москвы, а пытаются выковырять камни в четырех футах команда Эстонии. И до этого наоборот было. Хороший гард от Алифтины Муравьевой. Может быть можно было и повыше его оставить. Потому что расстояние не самое большое, естественно, будет Харри Лил пробовать делать ранбэк, но его еще нужно попасть, конечно же. Давайте смотреть. Нет, не попадает Харри. Уже приходит камень. Ну и, по сути, возвращается ситуация на два броска назад. И Алевтина Муравьева, я думаю, будет продолжать, естественно, ставить этот гард. Повтор броска Харри Лила. Не хватило. Сейчас виппинга, наверное. 71, но я бы на него не ориентировался. Он как-то подсел. Хорошая веса. Линия супер. Можно повалить. Можно повалить немножко. Нет, вес нельзя. Вес нельзя. Слишком близко идет. Приезжает гард. В принципе, в ту же точку. Ну что ж, думаю, здесь тоже нужно пробовать все-таки пока еще бить ранбэк. С этого верхнего ракурса кажется, что можно и привести фриз, но на самом деле это сделать очень сложно. Здесь вообще нет ошибки по линии, нет ошибки по весу. Поэтому нужно, наверное, пока все еще пробовать ран, потому что если его попасть, то, может быть, еще и на плюс два сохранится вероятность. Ну а если не получится, то, понятное дело, москвичи будут ставить гард на место. Ну и тогда будут уже вести. Но уже вести, похоже, не будут, потому что этот шутер сейчас очень будет мешать. Нельзя было ошибаться в сторону шире, вот именно так. Потому что он примерно по той траектории, наверное, и стоит. Давайте посмотрим. Ну, может и нет. Но все равно глаза мозолить будет. Еще и свой камень срезали. Что будут делать москвичи? Все еще ставить гард и играть на стил двух, наверное. Андрей Суворов. Ну, я думаю, да, в дом лезть, наверное, нет смысла. Хороший вес. Линя есть, только вес. Только открытый можно здесь привести. Близко не надо, близко не надо. Пока много линий. Можно подождать. 26-й. Вес нельзя, начало дома. Пока много линий. Пошла линия. Много веса. Там есть финиш. Можно валить. Нельзя. Веса много. Нет, линия есть. Веса много. Линя есть. Спасибо. Хороший камень в итоге приехал. Наверное... Ну, хорошо, хорошо он валит в конце. Он вроде пряменько идет, и в конце так раз. Да, так на грани. Третий бросок, третий гард подряд. На грани заезда в дом у москвичей. Ну, получилось неплохо. Получилось неплохо. Главное, здесь была именно линия все-таки, а не вес. Линия очень хорошая. Учитывая, что гард ближний, привести будет непросто. Будут пробовать ранбэк, косой рейс. Видимо. С другой стороны, хотя бы если просто полностью в 4 фута провести, то 1 отрежешь, а если рейс не попадаешь, отдаешь 2. Ну, собственно, вот вариант с рейсом. Ну, или другой вариант привести просто дро. Давайте смотреть. Судя по всему, косой рейс. Ох, как было близко. Чуть-чуть не удержала линию. Очень было близко на то, чтобы спасти этот тент. Отличная попытка от Марии Турман. Но, тем не менее, хотя бы один-то убрать удалось. И поэтому это только стил одного для москвичей. Но вот потихонечку у нас игра выравнивается. Получше выглядит команда Москвы в третьем-четвертом энде, нежели чем в первых двух. Вот вновь повтор броска. Буквально чуть-чуть. Не хватило действительно пары сантиметров. Для того, чтобы взять один сложным броском. Продолжение следует... Мне нравится, как вот эта сторона стала подваливать. 104 человека у нас в эфире. Стабильное число. 100 плюс у нас на каждых трансляциях. Конечно, это не так много, как бывает на чемпионатах России, например, среди женских и мужских команд. Но, тем не менее, всех мы все равно рады видеть. Всех приветствуем, кто недавно подключился. Начинается у нас пятый энд. Половина игры позади. Счет 2-2. Очень нерезультативную игру мы смотрим. Но довольно равную. При этом довольно интересная, я бы даже сказал. Я не пошла еще. Нет, нет, нет. Линии много. Линии запасов. Очень много. Очень много. Ждать финиш, поднять. Хороший вес. Фриз. Делай фриз. Фриз. Делай фриз. Есть фриз. Нет фриза. Нет. Ну, тоже хорошо. Хороший камень. Ну, зачем делать фриз, если есть возможность до линии тилайна ставить при идеальной линии. Поэтому так даже лучше, чем за линию тилайна привозить фриз. Делай фриз. Очень хороший тэп от Марии Турман. Отталкивает она. Нижний красный. Да, сделала камень соперника лучше. Но, тем не менее, это заход на плюс 2. То есть на будущее. Понятное дело, что будут сейчас ставить гард, наверное, москвичи. Но расстояние здесь большое. И желтый камень, в крайнем случае, с правой стороны выковырить будет можно. Вес нельзя. Надо ждать. Пока сильнее идет. Потому что первый бросок у москвичей был практически идеальный. Хотя они этого не хотели. Хотели тащить ниже. Но получилось прям отлично. В итоге отталкивают. Не стали ставить гард. Ну, не знаю. Мне кажется, можно было поставить гард с левой стороны. И вынуждать соперника делать ранбэки. Потому что ситуация очень похожа на то, что была в предыдущем Энде. Потому что в любом случае сейчас первыми камнями своими не стали бы они лезть. И доставать справа. Про то, что я говорил, это сложное. Доставание справа. Что ж, еще один крадет команда Комсомола. Вот так вот, проигрывая 3-0 после первого, уже практически победное преимущество себе сделали над парой Алексей Тимофеев и Анна Сидорова. 8-3 после четырех эндов. Ну и по сути задача Иркутска сейчас простая. Это просто удержать преимущество. Ну и вот сейчас последний шанс будет у Сидоровой и Тимофеева взять много. Потому что они берут пауэрплей. Ну а какая разница? Пусть толкают. Если сделаешь хороший такой. Там угол стоит не очень подтолкнут. Хороший фриз сделаешь. Они ничего не сделают. Да, хорошо. Дай мне, пожалуйста, камень. Пробросаем. Третий? Третий, третий. Можно, если что, просто топ-4 оставить. Да. Чтобы линию перекрыть. Семерочка, 75, да? Да, 75. Хорошо тянется. А Левтина Муравьева на ваших экранах выполняет свой бросок. Семь. Хороший вес. Много линии. Отличный вес. Очень много линии. Поднять щетку. Поднять щетку. Вес надо. Поднять щетку. Линии нет. Хорошо. Вес есть. Только линия. Отличный вес. Линии много. Валить. Валить. До конца. А веса-то нет. Молодец. Веса-то не хватило немножко, но прям могло супер идеально получиться, если бы дотащил Андрей этот камень ровно в пятак. Ну и так тоже неплохо. Ошибка, конечно, всегда в таких ситуациях чуть выше, поэтому камень очень хороший у Алифтины. Сейчас красный, единственный красный в четырех футах окружен тремя желтыми. Ну что, дабл будет делать? Я думаю, Харри Лил. Да, я не приглядывался. Лай-лай-лай. Сейчас точно тейкнул. Если вы обратили внимание, я вот только что увидел, что Харри сам себе еще и время засекает на выезде. Да, походу. Нет, есть касание. Ошибается. Харри тонко очень попадает. Но теперь явно желтый лучше. До этого там было не очень понятно. По вариантам, может быть, через этот как-то сыграть. Если мы этот натолкнем, у них такого варианта не останется, правильно? Теп? Да, небольшой теп можно сделать. Только не сильно, знаешь, если что, просто лучше оставить фриз на наш, чтобы не оставалась атака. Да. Интересно, как удается Харри одновременно выезжать, еще и засекать. То есть у тебя фокус должен быть все равно на скольжении, на броске. Да, я думаю, и линию может оставить. Еще при этом нужно как-то успевать уследить за тем, чтобы вовремя нажать на секундомер два раза. Ну, не знаю. Интересно, конечно. Я такого, честно говоря, редко встречал. Редко, очень редко такое встречаю. Почти такой же. Поднять. Ничего. Поднять, Андрей. Поднять линию. Хороший рейт, так, что будет. Линии нет. Могу валить. Отличный камень от Алифтины Муравьевой. Второй бросок подряд уже бросает по этой стороне. И второй бросок подряд практически идеально исполняет. Вот результаты на других дорожках. Как я уже говорил, Иркутск 8-3 выигрывает, украв 5 в третьем. У команды Сочи и Санкт-Петербург. А сборная команды России 4. Михаил Васьков, Анна Самойлик проигрывает. Сборная команды Турции 1. Угурган Карагоз. Со своей партнершей Илдис. Забыл я, честно говоря, как ее зовут. Но я думаю, поняли вы, о ком идет речь. Тем более, что вчера мы эту команду показывали. Довольно большая делегация из Турции у нас здесь в гостях в Сочи. Четыре пары принимало участие в московском турнире. Там еще помимо самих спортсменов, ну не знаю, мне кажется, практически вся федерация у них приехала. Действительно, очень много было гостей. Ну и здесь тоже немало, скажем так, людей, которые непосредственно не принимают участие в игре, но помогают команде в Нель. Да, точно знаю, что есть массажист команды, который помогает во время разминки ребятам. Ну что ж, пока вот только единственный атакующий камень удается сделать команде Эстонии. Давайте посмотрим сверху и послушаем обсуждение команды. Варианты, как можно взять, здесь у эстонцев-то есть. Есть как раз вот этот дабл. И это будет бросок на плюс три. То, что я сейчас нарисовал схематично, но это очень сложно, конечно. Но опять-таки ты даешь шанс попробовать. Можем гард поставить здесь. Поэтому мне лично нравится играть повтор. То же, что и делали два броска, а Левтина два подряд. С этой же траектории везла в четыре, потом делала тэп. И по сути повторить можно. Еще и сделать плюс три в доме, оттолкнув вот этот... В конце сильный финиш. Вот этот красный. Но решили ставить гард с левой стороны. Здесь такая ситуация довольно безопасная в плане вот этого тэпа, фриза. И этот третий камень в зоне четырех футов, он в принципе обезопасит. Вот минус трех. С этой же траекторами. Ну да, фриза мы привезли, но он тоже ничего не лавал. Ничего не лавал. Но это не лавал. Но это не лавал. Да. Да. Думаю, вот этот бросок, конечно же, рассматривают. Просто выглядывают, в какой угол нужно попадать. Попадать сначала... Ну, чтобы шутер сначала в этот желтый попадал. Или в этот. Потому что от этого... Может влиять... Это может влиять на отскоки. В принципе, ну, мне кажется, что ровно между там можно... Не знаю, сложно сказать. Все-таки нужно... Во-первых, быть на льду. Во-вторых, мне кажется, стопроцентной уверенности, как там, что отскочит, нет у Мари и у Хари. Да и на самом деле, вот контролировать вот эти миллиметровые отскоки очень сложно. Да, то есть там уже, конечно, этот бросок с какой-то степени на удачу. Но вот тут удача отвернулась от эстонцев, и это стил двух. Перехватывает инициативу наша команда. Очень неплохая игра, на самом деле, очень интересная. Так, сначала преимущество было у эстонцев, теперь у москвичей. Посмотрим, что будет дальше. Будут ли брать пауэрплей сейчас эстонцы. Да, ну, слышно было сейчас. Пауэрплей левт сайд, говорит Хари. Ну и восстанавливают стационарные камни сейчас спортсмены. Андрей. Нормально. Не-не-не. Чуть-чуть сюда. Нет. Аля. Другую. Да. Еще. Окей. Что нравится? Разводка? Мне нравится. Разводка. Разводка. Двенадцать. Там не катанная иния. Там не катанная, она потильнее бросает. Иния много. Согласен. На пять, наверное. Да. Пять. Тридцать семь. Окей. Оу. Нет. Вообще прямо идет. Нет. 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 Пошел валить, но это на красный. Свип. Свип. Сильно. Выбьет сейчас камень. Ну, я в край хотел его. А, окей. Окей. Хорошо получилось. Не тип сильно. Я не могу брать свип. Да, я и хотел в край. Ну, такой необычный бросок получился у Алевтида Муравьева и Андрея Суворова. Конечно, они пытались сделать разводку гарда. Получилась разводка камня в доме. Ну, хотя бы вытащили его из-под гарда, да. То есть, открыли. Это уже, ну, хоть что-то, да. То есть, это уже неплохо. Естественно, эстонцы будут возвращать камень свой за гард, прятать его, делать плюс два. Важно, Энт для них, учитывая, что они воспользовались пауэрплеем. Команда Москвы, напомню, пауэрплей еще не использовала. Ну, и, вероятнее всего, используют его в седьмом. На него? Можно его тэпнуть, да. Но давай фриз с ошибкой в тэп тогда так. Потому что от центра у них сейчас вообще не валил камень. В любом случае, мы следующими будем бить уже. Просто камень в доме надо сделать. Хороший вес. Линия супер. Линия не валит. Линия не валит. Не валит. Андрей. Линия хорошо. Свип линия. Свип линия. Свип линия. Дав до конца. Дав. Да, 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 да. Линия супер. Хороший вес. Здорово. Можно даже, наверное, было отпустить про хрань. А сейчас небольшой камень у москвичей сейчас. Линия. Кважки, можно оставить по хранции. мы увидим что здесь достаточно большая вероятность джема либо в один либо в другой если его выбивать поэтому очень хорошее расположение камней камни здесь именно но в любом случае его нужно двигать эстонцам пробовать может быть между красными или может быть в самый самый край да я думаю что пытаются они как раз таки в лоб сделать но чуть-чуть не давали этот камень но углы теперь хорошие стали у эстонцев бросок хороший важно что не выбили свой нижний третий потому что если ситуация допустим останется такой же то сейчас уже выбить желтый будет несложно поэтому получилось хорошо улучшили для себя углы эстонцы но уже много камней красных в доме наверное нужно избавляться от них москвичам что они и делают пытаются сделать дабл я думаю ну неплохо получилось да потеряли свой один но об два красных убрали немножечко разгрузили дом ну и соответственно сейчас пока вот в данный момент риска отдать даже три нет уже съехал в конце ну да чуть-чуть съехал спасибо такой хороший вариант и нашу подпорку тоже убрали желательно без подпорок да но в идеале дабл был вообще конечно шикарно вот так как скользко нет извини хитон ролл я думаю пробует делать харри лил очень хороший камень даже таким очень слабым весом делал харри но сделал себе плюс 2 это самое главное но вот и результаты на других дорожках 5-3 турция выигрывает команда россия 4 дилсат елдис гуркан карагос это первая пара страны как я уже говорил выигрывает у четвертой пары нашей страны анна самолик михаила васькова ну а иркутск пока уверенно идет к победе своей с пауэрплеем сидорова и тимофеев смогли взять только один ну и соответственно ну я думаю что здесь уже хоть и еще играть триэнда но по большому счету можно уже говорить о том что команда иркутска одерживает победу просто доигрывает уже этот матч хотя чудеса случаются конечно очень редко но кто знает убирают нижний камень москвичи и очень было важно им оставить шутер оставить шутер лучше потому что придется им вернее придется эстонцам с этим камнем играть может быть как вариант сыграть хитон стэй для того чтобы верхний остался верхний желтый остался в в доме под порочкой такой ноу стэп да вот собственно про что я и говорил можно называть по-разному хитон стэй ноу стэп сути это не сильно меняет везут фриз ну окей кстати тоже вариант ну то есть не играть именно выбивающий бросок в лоб а играть просто фриз в контакт и чуть-чуть желтый оттолкнуть это тоже вариант но просто мне кажется это посложнее немножко выглядит ну в итоге не могу сказать что это фриз довольно сильно идет камень но получилось хорошо получилось хорошо стоим теперь убирать этот камень нельзя обязательно нужно делать ролл но тут задача на самом деле главное выбить этот камень у москвичей даже не так важно останется ли шутер потому что даже если он останется бросок на плюс 2 будет не самый сложный есть роллчик там сто процентов ну вот правильно делает андрей что поехал посмотреть еще раз если что-то смущает это вот то о чем я говорил в начале когда андрей подъезжал и а лифти не говорил в какую точку нужно ко мне попасть говорил тогда что лучше лучше бросающему игроку самому приехать посмотреть ну вот здесь просто его снимать флиром андрей сделал правильно ну в целом согласен я с андреем даже если этот шута то есть гоняться прямо за этим шутером здесь ну наверно не надо можно пробовать играть слабым весом уверенный такой клиринг если пойдет все-таки подваливать на ролл искать этот ролл но это не задача номер один задача номер один это убрать просто лишний камень и не отдать 3 попадает пил ну что тут других вариантов нет вести если если красный ближе я не уверен что красный ближе если честно сейчас эстонцы смотрят тоже но если красный не ближе если ближе желтый то просто открытый hit and stay в любом случае бросок здесь простой у эстонцев едва надо свои забирать вот и повтор того как срезал андрей суворов согласен я с ним если здесь не нужно нет нет такой необходимости усложнять себе бросок и прям так гоняться за этим роллом тем более что даже при идеальном исполнении простой дабл там был бы у эстонцев мари турман заключительный бросок шестого энда я так понимаю везет дров контакт она все-таки не хотят они бить не знаю почему не хотят они бить может быть потому что красный ближе нет уверенно уверенно контакта не хотели я думаю что просто повторяли бросок может быть хари померить хотят да будут мерить ну не знаю почему не стали бить хотели сделать в контакт наверное желтый сто процентов говорит алифтина но сейчас собственно судья с циркулем все рассудит появляется уже варишь судья на льду мы можем даже не валючий чтобы не оставлять варишь я думаю еще раз прокурор а Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот не так-то уж и очевидно оказалось, как сказала Алевтина Муравьева Неужели не определить? Миллиметры, миллиметры, решает все Ну что ж, второй замер Очень интересно Не часто такое случается Вот так вот Все-таки красный ближе Так уверенно Алевтина сказала, что там 100% желтый При замере первого вообще стало непонятно какой А при замере втором все-таки красный Чуть-чуть, но ближе Ну что ж, равный счет вновь у нас 4-4 Реализовали свой пауэрплей на плюс 2 Эстонцы, ну и пауэрплей теперь у команды Москвы Миллиметры, миллиметры, миллиметры О不 lênотни, пути-чуть Миллиметры, миллиметры! Отлично! Два стуга Завершился шестой энд на дорожке F. Иркутск со своим хамером берет еще один в шестом и, собственно, сохраняет большое преимущество. 9-4, седьмой энд. Ну, думаю, что, может быть, мы и заключительный энд сейчас увидим. Если не получится Сидорову и Тимофееву взять много. Ну, а на дорожке E, где играет сборная команда России 4 и Турция, 5-4. После шестого приближаются наши по счету. Украли один в шестом, ну и здесь тоже начинается седьмой энд. Привозят центральный гард эстонцы. У них задача зафорсить соперника, но не дать возможности им взять 2. Поэтому ставят центральный гард. Ну и вынуждены москвичи, естественно, за этот центральный гард теперь играть. Ровно в 2 фута приехал камень. Хороший камень. Чуть-чуть бы еще повыше, конечно, было бы лучше. Было бы идеально. Примерно в эту зону. В идеале. Ну и, по сути, туда же сейчас нужно и Харлил увезти. Хороший камень. Бэкэнгл фриз. Через него потом можно будет играть. У нас хороший камень стоит в центре. Почему пил? Почему не тэп? Безопаснее с сыном бить, чтобы в наш не пошел. Давай, сюда, сюда, сюда. Свип! 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 Мне кажется, вот самое такое напрашиваемое решение здесь. Ведь задача взять как минимум два. У москвичей они снимают гард, то есть как бы защищаясь. Им нужно, наоборот, продолжать играть агрессивно. У них хорошая ситуация в доме. Можно было пробовать этот красный, мне кажется, более чем реально было его достать. И еще и ролл, может быть, небольшой влево сделать. Ну или, по крайней мере, в лоб его достать можно было точно. Не самое очевидное решение. Ну, потому что уберут сейчас эстонцы желтый камень. И это будет максимум на плюс два. Или будут ставить они гард? Что делает эстонцы? Мне кажется, что здесь напрашивается хитон ролл от желтого влево. Ну, хотят поставить гард. Тоже вариант. Тоже вариант. Можем еще раз делать пил. Ну вот это, собственно, то, о чем я и говорю. То есть эстонцев устраивает вполне. То есть, как бы своим гардом они говорят, давайте, ребята, снимайте гард. Нас это устраивает. Ну вот москвичи это делают, не знаю. Как по мне, не самое решение, которое напрашивается. Ух ты. Вот еще и вот так. Еще и свой срезали. Грубая ошибка, конечно. Получился ранбэк. Грубая ошибка, который напрашивается, что здесь безальтернативно, конечно. Нельзя было снимать гард. Ну, то есть я пытаюсь логику понять и как-то выстроить возможную стратегию на плюс два, плюс три. Ну, нет здесь просто этого. Не знаю, почему мы решились снимать гард. Все-таки пауэрплей предполагает агрессивную игру. И тем более счет равный. Я понимаю, если бы счет был плюс три. Там и задача была... Главная задача не отдать, да. Здесь все-таки нужно играть. Было по-другому. Еще и ошибка от Алифтины, да, убрав свой камень в двух хутов и оставить центральный гард. Теперь даже два будет сложно взять. Нужно попадать вновь. Ранбэк. Ой, какой хороший камень получился. Два ранбэка от Алифтины Муравьевой. Первый тогда, когда этого было не нужно. Второй как раз-таки вовремя. Повтор этого броска у вас на экране. Ну, повезло, конечно, немножко, что шутер уперся в красный слева и все-таки не вышел из дома. И теперь два камня за боковым гардом идеально в линию, которые не достать. Но при этом у эстонцев есть сдвоенный центральный гард, за который, естественно, они будут вести. Ну, и максимально нужно будет Харри Лилу заваливать этот камень под отрицательный угол, чтобы его было не достать. До конца, до конца. Конечно, до конца нужно тащить. Правильно, Мари дает команду. Здесь уже не столь важно, будет он до линей тилайна или за линей тилайна. Его нужно просто заваливать до конца. Ну, что ж. Ну, в целом, два варианта. Либо повторять ранбэк, либо доставать. Времени действительно много. Четыре сорок пять. У команды Москвы, учитывая, что осталось один энд только играть. Ну, на выбор, конечно, Андрея. Здесь, думаю, что... Лично мне кажется, что доставать проще, потому что... Ну, ранбэк, смотрите, ну, прям много расстояния. По этим дорожкам вообще нельзя на сильных прощения задавать. Ну, даже клиром можно снять. Можно трогать, надо с парами Дегана. Вариант номер один. Ну и... Ну и... Вариант номер два. Это доставать огибающим броском. Догоняй! Решил бить ранбэк. Тип! Не, перевал. Не попадает. Андрей Суворов. Ну, три ранбэка подряд. Три ранбэка подряд это было бы, конечно, очень круто. Не знаю, почему не решились. Пробовать огибающим броском. Ну, в итоге стил. Еще одного для команды Эстонии с чужим пауэрплеем. Они крадут. Ну и пять-четыре. Но ничего не потеряно для москвичей. Что делаем? Берем два. У них хаммер, последний энд. Взять два и выиграть игру более чем реально. В крайнем случае уйти на экстра энд. Надо все везти теперь. Как-то расталкивать их камень надо будет. Если они сейчас хорошие 300 везут. На дорожке F тем временем, где играет Иркутск и команда Тимофеева с Анной Сидоровой, минус четыре было в доме у Иркутска, причем что хаммер у Сидорова с Тимофеевым. Но вот последним броском Николай Лосаков пытался пробить тройной, я так понимаю. Тройной не попал, но повезло, что ролл, то есть шутер, то есть камень перевалил. Нужно было трипл попадать в недовал, получился перевал, и шутер спрятался за центральным гардом. И теперь этот камень еще очень сложно будет достать, а не Сидоровый. Но если достанет, то это будет плюс четыре, ну и практически приблизится. Совсем приблизится по счету. Давай, 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 давай! Нет, не проходит этот камень, Анна Сидорова, Алексей Тимофеев отдают еще один, и это конец игры. Поздравляем команду Иркутска с более чем уверенной победой. Над достаточно опытными игроками, хоть и не в дисциплине смешанной пары, но тем не менее, индивидуальный опыт Тимофеева и Сидоровы, конечно, очень большой. Ну и для молодой команды Иркутска, я думаю, что это очень важная победа. Ну а на дорожке Е, вот, собственно, результаты на экране, семь-четыре. Вновь выходит вперед Турция, взяв два с пауэрплеем в седьмом. Ну и здесь заключительный восьмой энд начинается, пауэрплей у команды сборной России четыре. Иркутска Очень хороший фриз от эстонцев. Тебе его много видно? Ну можно тэпать. Вот так. Здесь конец четырех. Подожди. Ничего. Есть, есть. Ждать линию. Ждать. Хороший вес, Тэп. Ждать. Молодец. Все, ваш твой. Сама, вы еще нормально. А потом еще так остается. Смотри, как вы. Как так? Мне не нужен твой замер, спасибо. Повтору броскают команды Москвы. Тэп получился. Но шутер вправо отъехал. Давайте посмотрим сверху. Ну да, шутер уже, наверное, может и не помочь команде. Эстонцы в любом случае будут грузить в центр. У них задача не отдать два. Экстраент их устроит. Ну а в идеале, наверное, попробовать даже украсть. Учитывая, что все камни за линией тилайна, хороший тэпчик под правильным углом, в принципе, может ситуацию настилы создать. Пройдут ли гард? Не пройдут. Ух ты. Не проходит гард. Прям совсем его еле-еле задевая. И это достаточно грубая ошибка. Не бросают свип. Дотаскивают камень до конца. Тайм-аут берет команда Москвы. У них 3 минуты 16 секунд. Более чем достаточно. Мне нравится привезти сюда. Два энта можно спокойно сыграть за это время. Но решили подумать. Я думаю, что вовремя берут тайм-аут. Давайте послушаем. Я предлагаю по этой стороне привезти. Вот сюда привезти, да? Вот так. Да. Мне тоже так нравится. Нам же 2 надо блядеть на «Ненам же» жадничать. У них остается вот этот вариант. Но он ничего не отрежет. Остается, но у нас тогда шутер заиграет. Сверху мы его можем накосить. Можно везти, да. Тебе нравится, да? Давай привезем. Но у нас нет вариантов. Вариант есть еще вот сюда привезти. Нет. Они все равно сюда попрутся. Мы можем либо вот сюда привезти, либо чуть-чуть сюда привезти. Я вот так нравится. Мне вот так нравится. Мне так не нравится. Вообще, если только повыше чуть-чуть оставлять, чтобы потом накатывать. Потому что если они вот так делают, что мы будем делать? Надо, чтобы они вот с этой стороны это закинули. Чтобы с этой стороны не было подвода. Вот я тебе и говорю, если мы вот так привозим, а они так делают, что мы потом будем делать? Никак. Здесь камень не станет лучше, чем вот эти два. Здесь? Да. Не станет лучше? Не станет. Вполне себе. В каком месте он станет лучше? Ну вообще, я думаю, пусть они тогда сами этот бросок играют. Даже если он у них получится, мне кажется, мы потом сверху накатим свой, да и все. Давай. Да, давай. Да, я думаю, что здесь особо вариантов-то и нет. Дабл, он есть на плюс четыре, но все камни за линии Т-лайн, один фриз отрежет все эти четыре камня. Поэтому, наверное, сейчас делать этот дабл бессмысленно. Может быть, последним, если этот бросок может дать плюс много. Сейчас, конечно, нужно вести до линии Т-лайн. Восьмерочку. Хорошо. Будет примерно так. Семь. Сюда сам. Если семь, сам. Здесь есть. Линии. Много линии. Много. Хорошо. Много. Хорошо, лес. Много. С упором идет. Ага, спасибо. Пусти. Здесь покусаем. Ой, какая ошибка грубая. Грубейшая ошибка. Ни в коем случае нельзя было ошибаться в сильную сторону. Еще один камень за линией Т-лайн. Ну и вот здесь мертвая подушка уже, которая... Ну вообще, наверное, никуда не денется. Плохой вес. Плохой вес, да. Согласен. С Алифтиной. Ну вот здесь вот можно, собственно... Привозить сюда, если еще будет небольшой контакт вот этого желтого. Будет еще... Потому что сейчас ошибка может означать конец игры. Ну вот, собственно, про что я и говорил. Большая ошибка. Тайм-аут берут эстонцы. Берут они, потому что у них не очень много времени. Ну и в целом можно выиграть игру. Нужно просмотреть все варианты, все возможные варианты. Причем не свои, а соперника в первую очередь. Не очень согласен с этим решением. Во-первых, это ультрасложный бросок. Во-вторых... Даже если его сделать, то все равно лукошка под фриз оставалась бы. Ну что? Что тут есть у эстонцев? Фриз сюда, естественно, как вариант. Но ошибаться нельзя. Потому что все-таки красный в окружении. Желтых, если тут вообще хоть какой-то вариант взять два, пока нет. Пока нет. Но при этом, играя фриз сюда, можно и ошибаться выше. В принципе, большая здесь зона. Огромная зона, куда можно свой камень поставить. Потому что с левой стороны взять даже один будет очень сложно. Потому что камень немножко под отрицательным углом находится. Ну, давайте смотреть. Я думаю, что все-таки принимают решение вести фриз. Учитывая, что этот бросок Весента не делали. Думаю, можно пробовать и с ошибкой выше. Соответственно... Потому что испортить там ситуацию настолько, чтобы отдать два, ну, сложно, мне кажется. Давайте смотреть. Мари Турман. Заключительный бросок восьмого энда эстонской команды. Немножечко ошибается по линии, но вовремя увидела, что гард не пройдет. И просто оставили... Закрыли просто линию. То есть это тоже устраивает. Если сильно очень попасть... Эстонцев? Улетит. Куда он тебе улетит? Если вот сюда, он сильно... Ага, вот так ты хочешь попасть? Да, как раз он здесь останется. Хорошо. Вот так. Ну, то, что смотрит Алевтина, это невозможно. Даже если мы вот так тоненько попадем, вот сюда миллиметр, вот этот здесь все равно тоже останется. Если сильно, он улетит. Здесь надо вот в эту часть попадать, а не в эту. Ну, вот такого броска здесь явно нет. Это вы... Ну, вот представьте просто, да, вот в плане сверху, насколько тонко нужно попасть, чтобы камень пошел практически под 90 градусов вправо, и при этом, насколько сильно это нужно сделать. Есть. Если его толкнуть, то этот останется лучше, по идее. Мне кажется, такого броска нет. Мне кажется, броска на плюс два здесь нет, если честно. Давай, везем. Просто везти нужно на плюс один. Броска на победу здесь нет. Слишком хорошо красный камень стоит. Эта сторона не валит нифига. Не знаю, может как-то мягко отпустить. В конце немножко. Если бы он проведет, то это очень сильно. Ну, в конце немножко. У меня съезжали камни в конце. В том-то и дело, чтобы хорошо с тобой было. Не, ну, ты отвозил почти, ты говорил мне из шести. Понимаешь, он перекрыт. У него треть камня. Я думаю, что вот этот бросок, который схематично изображен, это единственное, что здесь есть и единственное, что здесь нужно делать. Играть на плюс один и уходить на экстраент. 36 секунд осталось у Андрея. В курсе ли он, интересно. Ну, должен успеть. Тем более, что уже в колодке. Бэк-лайн это много, может быть. Давайте смотреть. Ой, как близко. Ну, что ж, снова замер. Что-то нет. Мерим. Ред? Ред. Мы окей с редом. Мы говорим, что ред. Не задень, ради бога. Не задень. Мне кажется, красный. Хорошо. Давай померим и убедимся точно, что красный. Да, очень близко. Ну, скорее, тут тоже кажется, что красный, если честно. Но нужно... Ну, тут тоже обманчиво, потому что у нас неровно над точкой висит камера. Может быть, тут тоже ракурс не самый верный. Но и сами игроки об этом говорят. Но правильно делает Андрей Суворов. Для того, чтобы убедиться, позвать судью, ничего страшного. Пару минут это лишних займет максимум. В прошлый раз тоже, в прошлом замере тоже были абсолютно уверены Левтина Муравьева, что ближе их камень оказалась наоборот. Красный. Все-таки красный ближе. И это стил еще одного для Эстонии. 6-4. Счет итоговый на нашей дорожке. 7-4. Счет на дорожке Е. Турция все-таки побеждает. Команду России. На этом очередной игровой тур третьего игрового дня завершается. Спасибо всем, кто смотрел эту трансляцию вместе с нами. Уходим мы на небольшой перерыв. И услышимся и увидимся в 16.00 по московскому времени. Так что ждем вас всех на следующую трансляцию. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...